Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Видное ТВ» программа «Квартирник». Наступил 2013 год, пришло время обновлений, и вот уже сделан ремонт в моей квартире, в нашей квартире телеканала «Видное ТВ». И мне очень приятно представить и сказать огромное спасибо Вячеславу Хребко за то, что он пришел сегодня ко мне в гости. Спасибо тебе большое! Большое радость! Как тебе уютная обстановка квартиры? Замечательно вы устроились, мне очень понравилось. Спасибо! Чтобы наши телезрители сразу поняли, о чем сегодня пойдет разговор, какой они услышат музыку, давай мы сразу с тобой, что называется, ты сыграешь, а мы все послушаем. Песни на самом деле будут разные, и энергичные, и лирические, и веселые, и грустные. Вот эта песня, она характерна тем, что есть как бы мнение автора самого, что у него есть лучшее, а есть мнение зрителей. И оно не всегда совпадает. Это вот та самая песня, которая меня всегда просит спеть, хотя я не считаю ее самой лучшей, но это единственная песня, одна из немногих, которая написала на свои стихи. Ну какие для тебя найти слова? Так не хочется кого-то повторить, в книге жизни есть заветная глава, мы о ней сейчас не будем говорить. Напишет на берег мутная волна, и уйдем назад, а на песке янтарь. Это кажется лишь только что больна, это ветер крутит уличный фонарь. Как сказать тебе, что все это пройдет, перед росписью грунтуются холсты, ты уверена, что кончился полет, ты ведь даже не набрала высоты. Набежит на берег мутная волна, и уйдет назад на песке янтарь. Это кажется лишь только что больна, это ветер крутит уличный фонарь. Распустившаяся ветка на окне, не весна, еще знамение весны, а когда взыграет солнце в вышине опадают с подоконников листы. Набежит на берег мутная волна, и уйдет назад, а на песке янтарь. Это кажется лишь только что больна, это ветер крутит уличный фонарь. Спасибо тебе от всех телезрителей. Я хочу сразу сказать, что есть у меня такой диск, который называется «Мама на даче». И я знаю, что в этом диске есть эта песня. Да, в этом диске есть эта песня, и не только эта. Еще есть одна песня на этом диске, на моей стихи, все остальное – это приличные поэты. Вот тогда скажи сразу, каким образом ты выбираешь… Ничего, что я сразу на «ты», да? Нормально, хорошо. Мне нравится. Да, давно друг друга знаем. Вот скажи, пожалуйста, каким образом ты выбираешь поэтов? И я знаю, что в твоем репертуаре достаточно разнообразные творчества представлены. И Хармс, и Северянин, и твои стихи. Вот как ты выбираешь, на какое произведение написать песню? «Чистейшая вкус община». Да. Да, начиналось это все так, что в старых советских еще книжных магазинах всегда была большой не полка, а целый стенд книг поэзии, стихов хороших о поэтах. И вот было мое любимое занятие – прийти в книжный магазин, встать около этого стенда. И все подряд я открывал книжки. Открываешь книжечку, прочитал два-три стихотворения. Нравится? Хорошо. Не нравится? Поставил следующий, следующий, следующий. И, в общем-то, я не оказался оригинальным. То, что я начал выбирать, то, что мне нравилось, это оказались, в общем, достаточно известные, популярные поэты. Вот только так. Читаешь, читаешь, читаешь. Раз. Ах, как хорошо. И хочется спеть это стихотворение. А вот я знаю, что у тебя, ты когда-то говорил, что на Северянина писать песни практически невозможно. А в итоге? Ну, в итоге оказалось, что возможно. Да, на самом деле, ну, отношение к Северянину такое своеобразное. И даже Вертинский, есть у Вертинского, значит, тоже песни на стихи Северянина. Но я бы это назвал, Вертинский откровенно такой устроил, такой стёб. Вот он издевался над самим Северянином в этой песне. Видимо, это было его личное отношение к нему. А на самом деле, на мой взгляд, у Северянина очень глубокая, тонкая лирика. А как у тебя получилось? Вот расскажи, пожалуйста. Или уже сразу наглядно можем показать нашим телезрителям, как в твоём исполнении, в твоём сочинении прозвучал именно этот поэт? Ну, Северянина... Я вообще-то не планировал сегодня петь Северянина, если честно. Потому что он как бы немножко выбивается из общего контекста. Если сейчас пришло время попеть, я сейчас спою. И вот лучше, как мне хотелось бы. На самом деле, не всё так сразу случилось, так красиво, как я сейчас рассказываю. Да, там, хорошие стихи. Нет, всё на самом деле происходит совсем не так. Значит, всё происходит по-другому. Ты кажешься себе гениальным. Значит, ты знаешь, уже третий аккорд выучил. Ты умеешь уже рифмы найти. По простым словам. Я знаю. Всё. Это уже можно выходить во двор, и уже там, значит, весь двор твоих поклонников. Да, и тоже я через это прошёл. Потом начинается интерес к стихам таким незатейным, назовём их так, но интересным. Например, Роберт Бернс. Мимо него никто не прошёл. Все, кто пишет мелодии. А уже потом начинается какой-то подход такой аккуратный, плавный, к более серьёзным стихам. Вот песня такая переходная. Я сейчас покажу её. Но это ещё молодость. Это ещё кровь играет. Хочется быстрого... Так давай уже вспомним тогда эту молодость. Хочется такого ритма какого-то, веселья такого в кантри, в кантри. Давай, давай, с удовольствием. Вот такая песня. В тайном и донком пути Ты мне поможешь идти Там, за рекой голубой, будет счастье для нас. За рекой голубой Вот и кончается ночь Звёзды воносятся прочь Там, за рекой голубой, будет солнце для нас. За рекой голубой Спасибо тебе огромное. Хотел бы всем нашим телезрителям сказать, Что у нас сегодня в квартирнике Вячеслав Хребко, А телефон 541-2540, вы его видите на своих экранах. Поэтому звоните, если вам будет интересно задать какой-либо вопрос, То ждём вашего звонка. А у меня уже есть такой вопрос. Вот ты сказал о молодости. А давай немножко вспомним и детство. Чем ты говорил, что в 5 лет ты полюбил Утёсова? В 6 лет ты полюбил Мусоргского? А в 7 лет ты полюбил Безе? Безе, да. От... Откуда? У моего отца так даже были пластинки, винил. Причём не тот, винил, который мы знаем. А ещё тот, который ломался, когда если уронить пластинку хрупкий. Такой патефонный вариант. Да, да, да. Вот. И у нас была дома очень приличная фонотека. Если так в топку сложить, вот так вот, да, то, наверное, вот сантиметров 40-50 было пластинок. И я их слушал непрерывно все подряд. Все подряд. А под сибирского... Подарив сибирского цирюльника мы вообще играли. Просто такие игры у нас были какие-то такие вот заводные под эту мелодию. Нам эти игры очень нравились. И потом я с удивлением вдруг спустя много лет слушаю какие-то мелодии и я знаю эти мелодии. А вообще семья была музыкальная? У меня мама. То есть можно сказать, что кто-то был, ну, кто-то каким-то образом был меломаном или занимался музыкой серьёзно? Ну, отец больше любил слушать, а мама закончила музыкальную школу пока с фортепиано. Ну, это было только для себя. То есть профессию это не переросло. Ну, это, наверное, не страшно. Тогда давай расскажем нашим телезрителям, а как у тебя не сложилась твоя профессиональная музыкальная карьера? Потому что я же знаю, что ты пошёл играть в музыкальную школу, ты три года отучился по классу скрипки. Да, это так. А что было потом, после этого? Виной всему моя классная руководительница. Так. Она заслуженный, она жива до сих пор, дай бог здоровья, она заслуженный учитель РСФСР, и она была невероятно активна. Весь класс шёл в кино, а у меня сафеджио. Весь класс шёл в поход какой-то, а у меня ансамбль. Весь класс ещё куда-то там. И мне это так надоело, в конце концов. Вот. Мало того, ещё на школьной олимпиаде мы из всей школы, значит, пришёл тренер из дворца спорта по спортивной гимнастике, значит, и из всей школы троих отобрал, значит, в секцию спортивной гимнастики. Меня в том числе. И я даже и не решился сказать об этом дома. И всё закончилось тем, что я с футляром, в котором лежала скрипка и с нотами, ходил во дворец спорта, занимался спортивной гимнастикой. Обман, значит, вскрылся через полгода. Через полгода вскрылся обман. Ну, когда нужно было четверть закрывать, там, значит... Сейчас мы продолжим эту тему. Ну, а пока у нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Меня зовут Татьяна. Я хотела бы задать вопрос. Почему именно увлечение гитарой, а, например, баяном или шаксофоном, откуда это началось? Спасибо. Спасибо вам большое. Откуда всё началось? Откуда корни? Правильный вопрос. Это всё очень просто. В девятом классе мы поехали морковку собирать, да, в советское время. Конечно. Если кто-то не в курсе, из зрителей, значит, солдаты, школьники и студенты помогали колхозникам убирать урожай. Эта битва за урожай шла непрерывно, и мы, школьники, в девятом классе поехали помогать убирать морковку. И вот в перерыве, значит, между убиранием этой морковки, мой одноклассник, Миша, достал гитару и начал что-то петь. И вокруг него собрались все девятые классы, он просто в этот день был звездой. Я понял, что это вот, вот каким путём надо идти-то. Как я тебя прекрасно понимаю. То есть это откровенно был такой несколько, такой прагматичный подход был. Любовь к инструменту пришла позже. А вот скажи, пожалуйста, а не жалеешь ли ты сейчас, что получилось, в общем-то, только три класса музыкальной школы по классу скрипки, и хотелось бы всё-таки вот нотные, грамотные более подробно обучиться? Не хотелось бы, может быть, что-то вот, да? Не хватает базы, фундамента какого-то музыкального? Невероятно не хватает. И всем, кто сейчас находится в стадии такого раздумья бросить или доучиться в угоду каким-то другим увлечениям, вот мой совет, дотяните из последних сил. Это потом придёт. Вот прям каждому нашему телезрителю надо это прям. Да, дотяните, дотяните. Через «не могу». Потом придёт понимание нужности всего этого, любовь к этому. Придёт, обязательно придёт. Угу. А вот давай мы ещё немножко поиграем, да? Если ты не против, конечно. Вот, немножко поиграем и продолжим наше общение. Вот песня, которая написана очень давно, но она как-то всегда, ну, как-то вот она такая была архивная, что ли. И вдруг, неожиданно, вот буквально в последние, вот в этом году, идёт чествование Гайдая, и все, значит, моменты, знаменательные из его фильмов, они, значит, на слуху. Да. И, конечно же, подняли опять и зачитали много раз стихотворение Ярослава Смельякова, «Хорошая девочка Лида». Значит, а у меня есть как раз, значит, музыкальный вариант. Угу. Вдоль маленьких домиков белых Акация душно цветёт, Хорошая девочка Лида на улице Южной живёт, Её золотые косицы затянуты, будто жгуты, По платью по синему сицу, как в поле мелькают цветы. И вовсе представьте неплохо, что рыжий пройдох апрель, Бесшумной толпою веснушек засыпал ей утром постель, Не зря с одобрением весёлым соседи глядят из окна, Когда на занятия в школу с портфелем проходит она. Пусть будут ночами светиться над сценами твоими, Москва, На синих небесных страницах красивые эти слова. В оконном стекле отражайся, по миру идёт не спеша, Хорошая девочка Лида, да чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живёт, Он с именем этим ложится, он с именем этим встаёт. Не даром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, Хорошая девочка Лида, в отчаянии он написал, Не может людей не растрогать мальчишки влюблённого пыл, Так Пушкин влюблялся должно быть, так гейны, наверное, Любил, пусть будут ночами светиться над сценами твоими, Москва, На синих небесных страницах красивые эти слова. Пусть будут ночами светиться над сценами твоими, Москва, На синих небесных страницах красивые эти слова. Красивые эти слова. Красивые эти слова. Я думаю, не только от всех наших телезрительниц, которых зовут Лида, но и от всех остальных огромное спасибо. Я прям, мне очень понравилось. Спасибо. Мне очень понравилось. А вот скажи, давай вернёмся к нашему разговору о том, как всё это начиналось. Ты сказал, да, был какой-то такой персонаж, который взял гитару, к нему было всеобщее внимание. Каким образом ты взял гитару? Расскажи вот эту историю. Я тоже хотел нравиться девчонкам элементарно. И мы учились играть. Вот этот самый мой одноклассник, Миша Шлыков, он был моим первым учителем. И мы выучили первые три аккорда в подъезде. То есть он был таким определённым первым учителем? Да. Потому что у меня тоже был свой учитель, который показал мне первый аккорд. Первый аккорд он мне показал и отнёсся к этому очень так серьёзно. То есть конкуренции Миша не побоялся? Нет. Мы дружили. Да. Мы дружили всю школу. И сейчас дружим, и встречаемся. Нет, не было конкуренции. И мы играли в подъезде. И вот подъездная акустика великолепная на самом деле. Мне до сих пор нравится. Да, это такое звучание, как в храме каком-то буквально. Пока не выгонят, конечно. А ещё у моего товарища, у другого товарища было дома много записей Высоцкого. И мы слушали этого Высоцкого просто взахлёб. Слушали, по новой ставили всё. Подбирали. Очень нам нравилось. Да, подбирали. И я хорошо помню, что мой первый, вот первый квартирник мой, кстати говоря, случился как раз в школе, когда все узнали о том, что я что-то там пою, играю. И все сказали, мы тоже хотим послушать. И собрались на квартире. Вот тогда скажи. А, да. И собрались на квартире, да. И я пел, значит, те песни, которые я на тот момент уже знал. Все сели, значит, на стульях. Я сел на стульчике. Вот такой вот чистейший воды квартирник был, да. А ты помнишь песню первую, которую ты разучил, или которую сыграл тогда? Нет, первую, конечно, я не помню. Помню, что пел Высоцкого. Да, в основном юмористические песни Высоцкого пел тогда. И песни про школу. Потому что... И первые песни, которые, на самом деле, сохранились, да. Которые были первые написаны, они не сохранились. А те, которые сохранились, это песни про школу. У меня есть три песни. Их было больше, на самом деле. Вот восстановил я только три. Они написаны, конечно, а-ля Высоцкий в таком стиле. Ну, то есть, собственного сочинения. Да, это были... Я понял, да. Ну, мы не самые были прилежные ученики. Поэтому, значит, нас с моим товарищем, значит, посадили за первую парту, чтобы мы были все время на виду у преподавателя. И ничего делать было невозможно. И поэтому мы сидели и буквально вот рифмовали все, что происходит вокруг. И вот так появились эти три школьные песни. Вот одну из них я могу сейчас показать. Сейчас, тогда просто я запомню. Сейчас мы ее обязательно споем. Вернее, ты споешь, а мы послушаем. Вот скажи, пожалуйста, насколько затянулся процесс обучения игры на гитаре? Или у тебя так это легко пошло, 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 пошло? Когда... Или набрался какого-то определенного опыта? Ну, три-четыре аккорда, что называется. И уже потом только родилось сознание того, а что можно и больше знать, и уметь владеть этим инструментом. Это все возникает в процессе общения. То есть мне казалось, что я уже что-то такое прилично делаю, пока я, уже будучи студентом Воронежского политехнического института, не познакомился там с однокурсником, с одним моим, который играл перебором. Вот это у меня... Меня потрясло, конечно, как он играл. Причем он импровизировал, он это делал легко совершенно, непринужденно. И вот он мне показал как бы те азы, благодаря которым можно, значит, вот так украсить интересно мелодию, аккомпанемент. О студенческих годах мы поговорим несколько позже, а теперь давай пока немножко вернемся в школьные все-таки, да? В школьные годы, и ту песню, обещанную и мне, и всем нашим телезрителям. Все имена, фамилии, все, что происходит, все настоящее, ничего не вымышленное, все подлинное. Так и было, ровно так и было. Значит, песня называется «Химия». Мы сидим на химии, Женька у доски, А Маринка с двойкою плачет от тоски. Вот садится Женька и, конечно, два, Светка Москалянка с криками «Ура!» Бьет всех полимеров, получает пять. А сейчас за двойкой пойдет кто-то опять. Я сижу спокойно, и к доске я не пошел. Кончик белой ручки меня в списке не нашел. Помятовой Людке сейчас придет конец. Людка в полимерах запуталась в конец. Лидка всех спасает, и к доске летя. Сшибло три портфеля, хозяев их кляня. Трудновата химия, но звенит звонок. Это перемена. Кончился урок. Скажи, вот на твоем альбоме, диске «Мама на даче» ведь есть еще такая песня. Мы сидим на химии. Да. Потом вторая есть. Кончилась химия, на физику идем. Да, да. То есть это получается такой цикл. Продолжение каждой песни. Мне очень хотелось сделать целый школьный день. Не все мы сделали. На самом деле была еще песня о перемене, а об уроке истории не сохранились, к сожалению. Но на весь день пороха у нас не хватило. А может быть сразу мы сидим на химии? Можно. Теперь физика. То есть мы вышли... А, из химии мы вышли. Теперь сразу идем на физику. Идем на физику, а потом математика. Можно. Получается школьный день такой. Здесь, чтобы понять песню о физике, коротенькое совершенно предисловие. Значит, физику у нас вел преподаватель. Он не педагог был по образованию. Это был инженер, попавший в серьезную аварию на каком-то алюминиевом производстве. У него было обожжено лицо и руки. И кто видел его первый раз, было зрелище не для слабонервных. Но это был человек такого обаяния невероятного, что мы просто влюбились в него буквально в первый же день. И мы пережили сцену, которую все хорошо знают по фильму «Доживем до понедельника». Хотя он не был нашим классным руководителем. Когда он заходит в класс, и гробовая тишина, и кто-то из класса спрашивает, «Это правда, что вы уходите?» И он еще помолчал, помолчал. Такой тоже паузу выдержал такую. Улыбнулся и сказал, «Нет, вас я доведу до конца». Вот такой был у нас физик. Замечательный. Кончилась перемена, начинается урок физики. Ага. Кончилась химия, на физику идем. А убы прошла уже, счастливчики. Сейчас мы из огня да в пламя попадем. Словно после банок горчичники. Лишь из класса вышли, уже звенит звонок. В класс заходим, словно в академию. Сколько продолжать он будет свой урок? Неужели не дотянем до спасения? Физика, тебя я не забуду никогда. Я на уроках, как жакей на скачках. И по ночам теперь я слышу иногда. Вопросы есть, вопросов нет, задачка. Вот задание надо, мы заполучили. Темы записали в тетрадочки свои. Тема-то какая? Не грузик на пружины, кибачность в электрической цепи. Формулы мы пишем, схемки мы рисуем. Стрелки амперметров, как с ума сошли. Все в башке трясется. Барты, стулья, ручки с адской. В машины в резонанс вошли. Физика, тебя я не забуду никогда. Я на уроках, как больной в горячке. И по ночам теперь я слышу иногда. Вопросы есть, вопросов нет, задачка. Физика, тебя я не забуду никогда. Я на уроках, словно судно в качку. И по ночам теперь я слышу иногда. Вопросы есть, вопросов нет, задачка. Спасибо тебе, спасибо. Это песня тех времен? Да, это 78-й год. Это вот 78-й год? Да, да. Это все там же на уроке и было написано. В ущерб физике, кстати говоря, и химии. И третья песня, которая сохранилась в школе, это математика. Да. Ну, песня, как вы сейчас заметите, конечно, отражает наши взаимоотношения с преподавателем математики. Они не складывались, они так и не сложились у нас до самого конца. Более того, самый последний урок в школе был у меня математика. Вообще за 10 классов, да, сам последний урок. И с этого урока она меня выгнала. Ну, вот так, знаешь, получилось. Вспоминаем. Вспоминаем эту песню. Да. И вот такая, соответственно, такая песня получилась. Кончилась физика, теперь математика. Снова сейчас мы увидим нашу Катеньку. Снова сейчас, если Катя не выспится, двойки на головы. Наши посыпятся вся в милу, как свинья. И смажется, и по классу, как индеец носится. А на лбу полоска желтая кажется, и полоска красная у переносиц. И, пожалуйста, Екатерина Николаевна, вы возьмите тряпочку у доски. Сотрите вы раскраску боевую со старанием, А не то умру от смеха у доски. Не надо так часто хвататься за тетрадочку, Словно круг спасательный периода и плывет. Я учу уроки дома как порядочный, Так учите же уроки и вы. Вы в контрольных моих Не ищите запятых к оформлению И не придирайтесь. Ведь в работах моих дроби нет очень крутых, Эти замечания учесть постарайтесь. Мой чертюр семи цветами радуги сверкает, Стрелочки поставлены как за, так и вперед. Но вам в моих работах всегда чуть не хватает, Вам в моих работах всегда чуть не достает. Вот звенит звонок, вы опять не успели Тему нам до конца объяснить, Всю перемену мы бы хотели, Чтобы задачку какую-то решить. А в буфете привезли котлеты, Дух пирожковый несется оттуда. Я уже проклянул все на свете, Вы не учительница, а зануда. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Вечер добрый. Добрый. Здрасьте. Слава, очень радостно видеть тебя в эфире ТВ Видное. Это твоя соседка по площадке. Здравствуй, Оля. Спасибо тебе. Скажи, пожалуйста, знаю, что активно занимаешься концертной деятельностью. Вот немножко о географии твоих концертов, о работе в жюри. Я знаю, что ты участвуешь в работе жюри различных конкурсов. Вот об этом же, об этом пару слов. И еще хотелось бы спросить. Я знаю, что был большой перерыв в творчестве твоем, как ты не занимался. Что сподвигло вернуться? Тогда все по порядку. Да. Тогда по порядку. Сразу несколько вопросов. Спасибо за звонок. Да, действительно. Я буду их напоминать. Если что. Начинаем с первого. Да. Гастрольные деятельности. На сцену в первом браке. У меня был дуэт с женой Аллой. И мы вышли на сцену в 1986 году. И все было очень легко. Как-то легко. Так легко. Мы были молоды и не понимали истинной ценности всего этого, на самом деле. Мы стали лауреатами одного фестиваля. Второго, третьего. И в 1991 году мы уже были членами жюри всесоюзного фестиваля авторской песни школьников в Калуге. То есть вот так. И были членами жюри еще ряда фестивалей, где были такие имена, которые сейчас уже считаются классиками, и многих уже и нет. А потом наступили 90-е годы. И очень довело ответственность. Очень довело. Когда нет денег, когда нечем кормить семью, дочери три года. И мне показалось как-то стыдно заниматься гитарой, музыкой, авторской песней, сочинять что-то. И пошел я в бизнес. Уж как получилось, так получилось, но пошел. И в конце концов прошло примерно 20 лет. Даже у меня такая шутка есть, что я не пел, не сочинял примерно столько же, сколько Эдмон Дантес просидел в замке Ив. И выйдя на свободу с чистой совестью, я вдруг задал себе вопрос. У меня же уже есть что есть. И дочь устроена, слава богу. И у меня даже есть возможность купить себе хорошую гитару. Почему я не сделал этого до сих пор? Я поехал купил себе гитару. И она так заиграла, эта гитара, что мне опять захотелось сочинять. И я начал читать стихи. Мне хотелось современные стихи почитать. И нашел стихотворение, которое меня просто потрясло до глубины души. И я опять начал писать. Вот таким вот образом получилось. А по поводу... Буквально в прошлом году мне довелось поработать в жюри фестиваля Nordwest на Валдае, город Валдай. Я недавно был в городе Вышний Волочок. Приглашали меня ребята. Они проводили такой бард-слёт. И меня тоже приглашали туда. Я еду... Был на фестивале в Черноголовке. Хороший был фестиваль. Очень теплые воспоминания у меня об этом фестивале. Это было в декабре прошлого года. Фестиваль Кружка. Кружка? Есть предыстория этого термина. Если время позволит, как-нибудь я потом расскажу. И там я просто выступал. В феврале я еду в Мурманск. Там будет фестиваль авторской песни школьников. Маленький фонарщик называется. Я там буду в жюри. И на обратном пути из Мурманска у меня будет выступление в городе Медвежьегорск. Это очень интересно. Меня с поезда снимут в 11 часов. Сейчас концерт в библиотеке. А в 4 меня в другой поезд посадят. И я поеду в Москву. Такого у меня еще не было никогда. Будет выступление на мероприятии, которое называется «Брусничная поляна» в Москве. Вот так вот получается. Как-то достаточно даже неожиданно для меня насыщенная получается такая программа. Вот наша телезрительница немножко забежала вперед. А я хотелось бы мне обратно немножко вернуться. поговорить о начале студенческой твоей жизни. Липецкий политех, факультет или специальность, промышленное и гражданское строительство, и тут же гитара, и любовь к авторской песне. Как все это совместилось? Это в институте плохую службу университет. На самом деле. Как? Потому что, ну, вы можете представить, да, в группе... Значит, я сначала-то учился не на ПГСе, а на электроприводе, автоматизации промышленных установок. И нас было в группе четыре только, значит, четыре человека после десятого класса, все остальные были после армии. И вот, а я еще на гитаре играю. Поэтому, конечно, жили мы весело. Вот. И это, как бы, некоторый такой налет, негативный налет на мою репутацию такую набросило. А потом ничего, потом я с этим справился. Ничего, нормально, хорошо было, весело было. Пока вот, опять же, как говорю, да, не пришлось, значит, все-таки семейные ценности какие-то, да, поставить на первый план. А вот скажи, авторская песня, как, может, кто-то подвигнул к ней, может быть, какой-то личный пример был, с кем-то встретился. Как вот все это произошло? Была знаковая встреча, да, действительно. Когда родилась дочь, мы жили в Липецке, и я ходил на кухню, на молочную кухню, значит, мимо дворца культуры просоюзов, как он назывался в Липецке, а теперь областной дворец культуры. И вот, возвращаясь назад с кефиром для Маши, значит, я вдруг увидел огромное объявление в 86-м году, значит, всех желающих приглашаем в клуб самодеятельной песни. Я уже тогда что-то сочинял, но я не знал, что барды там какие-то есть, что они там что-то пишут. Я был далек от этого. Машина времени все пели, тогда машина времени, да. Вот. И мне стало это очень интересно. Я туда пошел. Я пришел, поиграл, что я сочиняю, показал. Ребята меня послушали, и там была одна дама, значит, Валентина Камолова, она была из туристов, и она постарше меня, и она меня послушала, послушала, и говорит, мне кажется, я знаю, что тебе нужно послушать. Я тебе принесу кассету, и тебе понравится. И она принесла мне, если помните, здоровую бобину, значит, на 525 метров, на девятой скорости, на самой медленной. Значит, с одной стороны, полностью был записан весь Никитин, который на тот год был вообще, существовал, а с другой стороны, весь Суханов. И я пережил культурный шок. Это меня просто, вот, и все. И больше я уже вне авторской песни себя не мыслил. Вот тогда скажи, пожалуйста, вот на тебя, как на исполнителя, как на автора, есть какой-то определенный человек, который повлиял на тебя в твоем творчестве, повлиял на тебя вот каким-то таким образом, что хотелось бы, может быть, подражать, хотелось бы как-то, ну, не говорю, там, копировать или что-то. Ну, вот, да, идти по его пути, скажем так, по его направлению, вот это вот. Был такой человек? Ну, направления скорее нет, потому что, как бы ты ни хотел кому-то, даже если хотел подражать, все равно получается свое. Мы все-таки, да, индивидуальные. Ну, безусловно, это Сергей Никитин. Это вне всяких сомнений. Виктор Берковский, Александр Суханов. Это вот такие имена, для меня такие вершины, вершины. То, что они делали и делают, это невероятно интересно. Очень интересно. А вот с годами, со временем не менялись вкусы? Нет. То есть одно время, может быть, там, Никите нравился, да, а потом, ну, я не знаю, кто-то другой. Нет, ну, я же не такой непуританин в этом отношении, значит, там, сейчас, например, есть много молодых имен интересных. Есть и Григорий Донской, есть Павел Фахардинов, значит, и еще ряд имен есть. То есть я с большим удовольствием их слушаю. Они очень интересные делают вещи. Они только как бы дополняют все время этот список тех имен, к которым, тех авторов, да, к которым я отношусь с уважением. Вы тоже, Вячеслав, делаете хорошие, хорошие, интересные вещи, и мы тоже с удовольствием вместе с нашими телезрителями послушаем. Давай с ними сыграем. Вот стихотворение, которое я нашел тем самым способом, который я описал вам, листая книжку в книжном магазине. И вот так открыл, прочитал и понял, что это вот, это мое. Называется, на стихе Александра Межерова называется «Песня о любимой песне». Лишь услышу, глаза закрываю, и волней бездержать нету сил. И в полголоса сам подпеваю, хоть никто подпевать не просил. Лишь услышу, лишь только заслышу, сразу толком никак не пойму. То ли дождь, разбиваясь о крышу, оглашает кромешную тьму. То ли северный ветер уныл, забывает и стонет в трубе. Обо всем, что тебя надломило, обо всем, что не мило тебе. Схлынут поли с деталой водою, будет полночь легка и вольна. И в стаканах вино молодое, и на скатерте пятна вина. И в стаканах вино молодое, и на скатерте пятна вина. Лишь услышу, глаза закрываю, и волней не сдержать нету. И в полголоса сам подпеваю, хоть никто подпевать не просил. Схлынут поли с деталой водою, будет полночь легка и вольна. И в стаканах вино молодое, и на скатерте пятна вина. Схлынут поли с деталой водою, будет полночь легка и вольна. И в стаканах вино молодое, и на скатерте пятна вина. Спасибо тебе большое. Есть такая песня, которую ты можешь сказать свою, что она любимая твоя песня? Любимая всегда последняя песня, потому что есть такое ощущение, наверное, у каждого свое. У меня примерно так, когда получается что-то, сложилась какая-то песня, и она тебя радует. Настолько радует, что 3-4 дня ходишь и поешь только эту песню. 20-50-100 раз в день ее поешь, поешь раз за разом, и она радует и радует тебя все время. Какое-то необыкновенное ощущение. Потом, конечно, это проходит, но первое ощущение именно такое. Поэтому каждый раз вот так вот. А есть такая песня, которая, ну, может быть, тебе не очень нравится, а зрители, наоборот, ее воспринимают вот прям любимой и готовы носить автора на руках, что называется? Ну, вот это вот, я сегодня спел эту песню самой первой, а сейчас я покажу песню, где ситуация немножко иная. Вот мне кажется, что это моя такая невероятная удача совершенно, вот такая, ну, назовем композиторская, да, не побоимся этого слова. А люди относятся очень осторожно к ней, так слушают, очень так аккуратно. А мы можем сейчас ее послушать? Да. Стихи питерской, молодой питерской поэтессы Али Кудряшевой. Стихотворение, на самом деле, у нее называется в оригинале «Немецкое колыбельное», а у меня называется, поскольку я взял не все стихотворение, но очень большое, я взял фрагмент, называется «Колыбельное для салата и чая в пакетике». Я понял, о чем ты говоришь. Спят под рейном небелунги, дети спят во сне смеясь, спят кузнечики за лугом, спит турецкая семья. Спит салат, пустивший корни, дремлет в плееря романс. У соседнего балкона спит чужая кошка Макс. Броди тонкий, прочерк лунный, по площадке игровой, спят под рейном небелунги, спят букашки под травой. Спит гавана, спят афины далеко сейчас до них. Служащий престижной фирмы спит, уткнувшись в воротник, спят подростки в мятых кедах. Руки тонкие сплели, рядом спят велосипеды, перепутавшие рули. Спят фонтаны, тихо льются в сонный тинный водоем, даже спит и чай на блюце, спит в пакетике своем. Спят под рейном небелунги, дети спят во сне смеясь, спят кузнечики за лугом, спит турецкая семья. Спит салат, пустивший корни, дремлет в плееря романс. У соседнего балкона спит чужая кошка Макс. Еще раз и еще раз огромное спасибо. А вот скажи, пожалуйста, ты немножко упомянул о фестивале в Черноголовке. Я знаю, что там тебя хорошо приняли, да? И в ЖЖ есть такая определенная заметка о том, что... Да, да, да. Что в Черноголовке приняли так, что ты позволил себе несколько песен, так называемый, не для всех. Ну, это да, да, такие песни... Вот что это за история? Это Северянина как раз я там пел. Обычно все-таки воспринимают его тоже очень неоднозначно. Но эту песню он же тоже ты пел? Там пел, да. Но, да, я хочу как раз рассказать о том эпизоде, который случился именно с той песней, которая прозвучала. Значит, фестиваль проходит следующим образом. Приглашают 10-15 человек на свое усмотрение организатора фестиваля. И идет большой фестивальный концерт. Он может идти 5-6 часов. И каждому приехавшему, значит, дается 20 минут. И таким нон-стопом вот идет такая, значит, авторская музыка в невероятном количестве. И поэты читают свои стихи. То есть там не только песни звучат. И вот когда шел мой блог, и я спел вот эту колыбельную для салата и чая в пакетике, значит, после исполнения этой песни из зала вышел человек и подарил мне два пакетика чая. Два пакетика чая? Да. Ну вот, на что, конечно, я сразу пошутил, что вот и чаевые подоспели. Извините, жалко, что салат еще не принесли. А там прямо совсем было бы хорошо. Да. В общем, я даже сохранил эти пакетики. Они у меня так отдельно лежат таким сувениром. Да, такое случилось. А часто вообще вот люди интересные подарки выносят на каких-либо концертах, выступлениях? Вот что-то, может, преподносят? Ну, я не так часто выступаю, как... Я же не профи. Это, в общем-то, для меня хобби. Но нет, не часто. Не часто. Это, видимо, была, скорее всего, импровизация такая, потому что в Черноголовке я не пел эту песню. И я сомневаюсь, что кто-то готовился. Ясненько. Скажи, пожалуйста, вот ты согласишься со мной, что человек, который захотел научиться играть на гитаре, и человек, который берет и учится, да, постигает какие-то азы, и кто-то дальше идет, кто-то останавливается на каком-то своем определенном уровне, как я, что называется, три аккорда. Вот скажи, человек сразу начинает понимать, что, в принципе, игра на гитаре – это достаточно публичности, да? Человек должен еще не только научиться играть, но и быть в душе. Сразу понятно, что он должен быть уже публичным человеком. Ведь это выступление на людях, а не просто ради себя где-то там в комнате играть. Да, и это тонкий очень момент, да, и хороший вопрос, потому что даже вот работая в жюри, приходится иногда объяснять, что человек поет какую-то песню, вот в мастерских мы, например, на Валдае мы работали, да, пришел, человек поет песню, и видно, что песня ему очень нравится. И есть и багаж определенный в инструменте, и в голосе, но он поет себе. Он где-то себя внутри слышит, ему очень хорошо. Он играет, он поет себе, он совершенно не думает о том, как его слышит публика, как она воспринимает. И вот объяснить это, что когда ты выходишь на люди, то ты уже не себе эмоцию какую-то воспринимаешь, несешь, а должен эмоцию донести в зал, как говорит один мой знакомый, хороший, артист обязан иметь успех. Ты вышел, и ты вот объясни, покажи людям, почему это тебе так понравилось. Я абсолютно с тобой согласен, потому что, действительно, бывая на каких-нибудь мероприятниках, день рождения или еще что-то такое, вот иногда берет человек в руки гитару, и он действительно поет для себя. Вот это хорошее сейчас определение, я его искал, искал, и вот хорошо. Спасибо тебе большое, что ты мне это определение, в общем, подсказал. Давай немножко о жюри. Вот скажи, пожалуйста, есть определенные, наверное, критерии, ну, я не знаю, конкурс на пианино, конкурс Чайковского, это техника, это вот все, подачи, да, а какая может быть грань, или, как это назвать, сложно вообще, да, критерии авторской песни, какие есть вообще критерии у авторской песни? Сложно, потому что нет критериев, на самом деле. Ну, если еще стихи можно как-то оценить, да, там, допустим, ну, можно как-то, хорошие, плохие, то по музыке, по мелодии нет никаких критериев, насколько она должна быть интересна, богата, разнообразна, сложна или проста. И это проблема, которая давно уже стоит, и остается вкус общины. И даже, значит, Оля Качан, насколько я знаю, много лет назад даже предлагала, так, то ли в шутку, то ли всерьез, главным критерием определить мурашки. Вот спел человек песню, то пошли мурашки, хорошая песня. Не пошли, значит, там, нет. Плохая песня. Потом люди взросли, значит, там, становились профессионалами, те любители тех лет. И поняли, что, на самом деле, в актерском ремесле есть масса приемов. И техническим приемом можно вызвать мурашки. То есть не годится такой критерии. Так и осталось все чистой вкус общины. Идит жюри, да, человек. И вот ему нравится или не нравится. Ну, вот скажи, в 89-м году, насколько мне известно, ты участвовал в Барт-ринге, да? Вот, как вы? Да, было такое. Это был фестиваль... Габуский счет, да, по-моему, называли? Это был фестиваль в Нововоронеже, был фестиваль авторской песни. И, значит, было вечернее такое развлекательное мероприятие. Называлось оно Барт-ринг. Тема Барт-ринга была «Дурные песни». Да, дурные песни. Дурные песни. Интересное название. Да. Еще есть такое название «Дурки». Это такой юмор непритязательный, без намека даже на мелодию. Лишь бы было весело, лишь бы было смешно. И, значит, было три команды, и каждая команда выходила и пела по одной песне. Такой гамбургский счет. И вот до тех пор, пока, значит, вот все, кто один останется. И вот я в то время был участником Липецкого клуба, смотритель песни «Палитра», и мы победили. Вот скажи, пожалуйста, ты и выступал на определенных конкурсах, ты и журил, да, конкурсы. Вот что сложнее, что труднее? Где вот было какое-то другое нервное напряжение, еще что-то такое? Это все с практикой. Если практика есть в выступлении, то на самом деле не сложно ни одно, ни другое. Если практики нет, то одинаково сложные и первое, и второе. Но журить, по большому счету, журить сложнее, потому что ты не просто сидишь в жюри, а вот как было, например, на Валдае, на фестивале «Норд Вест», значит, практически каждый концерт начинался с выступлений членов жюри, заканчивался выступлениями членов жюри. И еще между этими концертами было выступление членов жюри блоками такими. То есть шла постоянная демонстрация того, кто у нас в жюри. И нужно было, как говорится, держать марку. Потому что одно дело, ты сейчас только что умничал, сидел там, объяснял кому-то, что у него плохо, и тут уже у тебя 30-минутный блок, ты выходишь, а уже этот человек сидит на первой скамейке и смотрит тебе туда в лицо. Я абсолютно уверен, что сейчас самое главное в жюри – это наши телезрители, и поэтому давай еще что-нибудь сыграем, споем. Я хочу вот еще одну песню вам показать. Она стихи Али Кудряшевой. Очень интересная реакция на эту песню. Я уже ее спел несколько раз. Это новая песня на разных концертах. И очень интересная реакция, кстати, как слушателей помоложе, так и постарше. В этой песне каждый находит что-то свое. И я там тоже нашел что-то свое, потому что я воспитал дочь. Вы сейчас поймете, когда я ее спою, вы поймете, о чем идет речь. Алекс пишет, разумеется, от своего лица, от женского лица, скажем так. Я ничего переделывать не стал. Так она и поется, эта песня. Хорошо. Называется «Солнечная батарея». Я работаю солнечной батареей. Я в кармане оранжевом солнце грею, Чтоб оно на небо взошло скорее И чесало макушки заснувших лип. Солнце ловит за пальцами меня лучами. Я его приручила. И отвечаю, солнце бросит завтрак, И выпить чаю просит прямо внутрь его налить. Солнцу так одиноко ходить по кругу. Вот нашло, понимаешь, себе подругу, И ему все равно, что любовь, что ругань. Поболтать бы вот только о ерунде. Я его несу осторожно. Очень. Ведь оно непоседливо, между прочим, И все время выпрыгнуть хочет ночью, Чтобы вдруг повсюду случился день. Я работаю солнечным развлечением. Я кормлю его по утрам печеньем, А потом усталой порой вечерней. Я ему чумазую спинку тру. И когда уже все разбрелись и спят, Я оттираю солнцу босые пятки. А то все ведь увидят на солнце пятна. Это многим будет не понутру. А потом постепенно солнце взрослеет, В переходном возрасте жарит зелее. И багровым пятном по ночам молеет, И под час забывает прийти домой. А приходит горячее, как жаровня, Говорит, что я, мол, ему не ровней, Не родственница, я ему по крови, И что вид ему неприятен мой. Понимаю. Я, в общем, сама такая. Я всем прихотям солнечным потакаю, А оно мне в сердце лучи втыкает, Чтоб добули. А мне так тепло в груди. Покричит об измене, тоске, об мане, А потом тихонько меня поманит И уснет спокойно в моем кармане. Я буду бояться его будить. Я работаю солнечной батареей, На рассвете прохладно восток. Сиреет воздух, пахнет листьями, И сиреньюю уже пора открывать карман. Я держу карман шире, чтобы было проще. Солнце сонное, носка напады морщит, А потом восходит над тихой рощей, Рассыпается искрами по домам. Спасибо, спасибо тебе большое. Вот скажи, пожалуйста, Ты часто, например, Или посвящаешь вообще каким-нибудь Своим близким людям песни, Там, не знаю, коллегам, друзьям, соседям? Нет, такого нет, потому что Во-первых, он не настолько плодовит, скажем так, да? А во-вторых, когда берешь стихотворение, Оно либо посвящено уже кому-то, Как-то это неудобно, неловко перед автором стихов Этим заниматься, и поэтому мне, если честно, Даже и в голову такое не приходилось. В общем, такое не случалось еще. А вот скажи, пожалуйста, А есть песни, которые вот Ты жалеешь о том, что ты не ты ее написал? Ну, конечно. Не то, чтобы жалею, А это немножко другое чувство. Однажды мы как-то общались с Александром Щербиной, Есть такой замечательный автор, И он спел одну из своих песен. И вот я ему тогда сказал, что Если бы я вот об этом, о чем он спел, Хотел бы написать песню, То я хотел бы написать ее именно так, Как он ее написал. Вот и так спеть. И вот ни больше, ни меньше. Да, такое случается. А как вообще мелодия рождается? Вот мне, человеку, который, Ну, наверное, не дано, Да, что-то вот придумать в этом плане. А как у тебя это все происходит? Здесь есть и элемент творчества, И элемент техники. Все есть. Кухня такая, она, значит, комбинированная. Во-первых, играешь, играешь, играешь. Иногда какие-то ходы интересные получаются. Ты их как бы откладываешь там у себя в памяти. А потом к месту их, значит, вспоминаешь. А иногда просто из тебя ведет само стихотворение. Вот иногда в стихотворении такой заложен ритм, Размер такой, что просто по-другому-то и никак. Даже вообще, как внутреннее ощущение такое. Я понял. А есть в памяти, может быть, какая-то песня, Которую ты записал прямо, что называется, 5-10 минут, А была, которую ты писал день, два, месяц, Отрабатывал где-то ее, Где-то что-то добавлял, изменял. Вот в этом плане. Да. Вот девочку Лиду я писал лет 12, наверное. Ого. Я к ней как бы возвращался, там, оставлял ее, И она потихоньку-потихоньку вот так как-то прорисовалась. Вот. А вот есть песенка у меня на стихе Ирины Сильвестровой, Значит, ну, такое название «Рабочий поезд», Значит, чтобы было понятно, да. Вот она написалась буквально там за 5 секунд, И поэтому я к этой песне относился как бы всегда не очень серьезно. Я даже ее не пел иногда. А в прошлом году я спел ее на Тульском фестивале, И неожиданно совершенно вот люди так очень отреагировали Интересно, эмоционально именно на эту песню. А скажи, тогда еще последний вопрос, Потому что у нас, к сожалению, больше нет времени. Я думаю, что мы успеем спеть только одну песню. Давай мы точно определим, какую. Ты сейчас подумаешь. А я вот что хотел у меня как бы спросить. Были такие песни, которые были потеряны лет там, да, 20 назад, И вот, и раз они вдруг появились. Такие песни были, которые я восстанавливал и дописывал. Да, это вот как раз «Северянин». Он очень сложен. У меня был и в написании, и в понимании. И я его реставрировал, что называется. Да, вот такое было. И еще было несколько песен. Еще на «Стихе Бродского» я песню вспомнил благодаря друзьям. Они прислали мне запись моего выступления. Вообще у палаток там, около Волгограда, на Волге мы отдыхали. И я на этой записи услышал песню, которую я вообще забыл. Просто забыл, что она есть вообще, существует. И вот тоже я ее реставрировал, восстанавливал. Да, это случается. А сейчас, я думаю, что, наверное, поезд и было бы уместно спеть. Потому что такая она, да, она такая, как бы, прощальная, что ли, такая. Вот она такая грустная, вокзальная, такая. Не грустная, но лиричная такая очень. В общем, мне не хотелось бы грянуть на вот последние песни, а все-таки так вот светло, как говорят, проститься, да? Хорошо. Тогда перед тем, как ты сыграешь эту песню, я хотел бы сказать всем нашим телезрителям огромное спасибо, что все это время были вместе с нами, что послушали творчество у Вячеслава. В среду на телеканале «Видное ТВ», программа «Квартирник». Поехали, поезд. Когда опять коснусь стеклорукой во мне, проснутся слезы всех прощаний, и поезд с синей медленной рекой меня поманит счастье, обещая. Пусть снится сон, в котором так тепло, в котором мы с тобой еще любимы, к стеклу твою ладошку припекло, несут меня пером мимо, мимо, мимо. Субтитры создавал DimaTorzok